В этот день 10 июня родились. Татьяна Романова – вторая дочь последнего российского императора. Тихон Хрейников – композитор, многолетний председатель Союза советских композиторов. Людмила Зыкина – певица. В этот день 1584 года прошла коронация Федора Иоанновича, сына Ивана Грозного, а также последнего царя из династии Рюльковичей. В 1931 году открылось движение поезда «Красная стрела» между Москвой и Ленинградом. 10 июня 1936 года была создана киностудия «Союз мультфильм». 10 июня 1930 года вышло постановление о постройке Беломорско-Балтийского канала. Основными творческими факторами, определившими оригинальность идеи проекта, были темп и дешевизна. Это строка из книги «Беломорско-Балтийский канал имени Ленина. История строительства» 1934 года. На этот циклопический проект не было потрачено ни рубля и на странные валюты. Активно экономился бетон, почти все было сделано из земли и дерева. На этой стройке самыми сложными землекопными механизмами были лопата и тачка. И все это только подчеркивалось официальными историками Беломор-Канала, как несомненные достижения. Ведь это же какая экономия капитала. В Советском Союзе только молчали о том, что достигалось это удивительным расточительством человеческих жизней. Хотя справедливости ради скажем, что если впоследствии газеты умалчивали о труде заключенных на главных советских стройках, вроде БАМа, то в случае с Беломор-Каналом наоборот выпячивали этот факт. В начале 1930-х это еще считалось перековкой людей. Всяческие преступники якобы перевоспитываются на земляных работах в Карелии. Но во всем по порядку. Идея средней Белое море с Балтийским коротким путем через озера и реки появилась чуть ли не с петровских времен. Но всякий раз откладывалась, как слишком дорогая. Сталин же мудро решил активно использовать подневольный, а потому почти бесплатный труд заключенных. Еще в 1929 году к нему в Москву на самолете доставили одного неприметного гражданина. Его помыли, а был он очень грязен. Даже запломбировали зубы, приодели. Был это вчерашний заключенный Соловецкого лагеря, Нафталий Френкин. У себя на островах он организовал силами заключенных несколько удивительных цехов. Они делали даже модную обувь для московских магазинов. Если до эпохи Френкеля заключенные просто ели казенную баланду и валили лес, то теперь их труд, как выяснилось, может стать хорошим подспорьем для народного хозяйства. Бывший лагерник, а теперь по имени отчеству Нафталий Аронович, и стал начальником работ Беломорстроя. Во всем Беломор-Балтлаге насчитывалось не более 40 вольно-наемных сотрудников. При том, что через стройку прошло около 250 тысяч заключенных. Все делалось с подневольными руками. Почти все они жили в палатках или землянках. В 1933-м из-за спешки и создачи объекта, а также из-за перебоев с привозом питания, погибло порядка 10% от числа бывших тогда на стройке. Те, кто погибал, тут же находил себе могилу. Тела просто закапывали в ямы на дне канала. Но начальство ходом работ было довольно. Вообще, эта стройка – мать всех других сталинских мегапроектов. На берегах канала формировался и специфический лагерный быт и фольклор. Всех работников звали заключенные канала армейцы. Отчего и пошло сокращение «зэка» или «зэки». Слово «туфта» тоже отсюда. Для зэков вводились зачеты. Один день тяжелого физического труда – ТФТ – в обмен на 2-3 дня заключения. Тяжелый физический труд – туфту и парадил. Для зачета, например, перетаскивали камни с места на место. Этого и хватало. В 1933 году вся страна с помпой отмечала ввод в действие Беломор-канала. На его начальство широко рассыпались ординаты. А на стройку прибыла сотня писателей-кастролеров. Максим Горький, Валентин Катаев, Ильфи Петров. Они воспели перековку и энтузиазм уголовников и политзаключенных. Опыт работ был признан удачным. И вчерашние сидельцы Беломор-паплага отправятся на новые стройки Советской обороны. Редактор субтитров А.Семкин